Здравствуйте! Сегодня у нас уже 10 мая Мы едем в Жиру Так что нам Нам надо нянечку Нашему Васе Таше не переживайте Вася будет пристроен на 3 дня Тамара приедет Будет за ним следить Хочу всех поздравить С прошедшим праздником 9 мая Но к сожалению В Испании Этот праздник никак не празднуется Я надеялась Может по телевизору что-нибудь будут показывать Но ничего не было Вообще ни звука Ни парад не показали Ничего не было Только вечером У нас есть район На Фаналсе Где такие виллы стоят Там был салют Такой крохотал Но его плохо видно было Я видимо думаю что это русские наши Устроили салют В честь победы А так больше ничего не было Конечно хочу сказать что Как я и как Леша Мы очень мечтим этот праздник И считаем что это великая победа И что все мы живы Только благодаря тому что Наши солдаты наши русские И мужчины и женщины Пожертвовали своей жизнью Дети даже Наши дети на войне Воевали и погибали Чтобы Наша Россия Не попала в лапу врагов Чтобы Чтобы нас не превратили в рабов И чтобы Мы говорили на русском языке Потому что у Гитлера в планах было Заставить всех славян говорить на немецком языке И давать минимальное образование До трех классов Чтобы И оставить только 30 процентов Вообще славян на земле И то есть не давать им ни образования Не разрешать им говорить На своем славянском языке Имеется ввиду украинском, русском, белорусском Вот Так что у Гитлера были страшные планы И очень страшно сейчас слышать С ютуба, с телевизора Что надо пересмотреть историю И что Гитлер не такой же был плохой И что Сталин там Был во много раз хуже Но я считаю что Сталин Ну Сталин тоже был жестокий Тоже был правитель Ну А сами подумайте Петр Первый тоже был жестокий Екатерина тоже была жестокая Правители До какого-то момента Видимо начинают Очень сильно пользоваться властью Может это как-то их Может голову сшибает Ну я не знаю Я правителем никогда не была и не буду Ну в общем это конечно очень страшно Сколько людей погибло На зоне Сосланная в Сибирь После войны, до войны Очень сильно Пострадала армия до войны Потому что командиров уничтожали По доносам Отправляли на каторгу в Сибирь Ну то есть Рубить леса Ужас Конечно это ужас Но Гитлер был страшнее Он был Европы Отправил в концлагерь Сколько евреев погибло Какие страшные цифры Замученных детей Белоруссии Белоруссия Вспомните Хатынь Очень Впечатляет Конечно Парад Я вчера смотрела Прямую трансляцию Парад И Очень Гордость за нашу страну Что наша страна не забывает Своих героев Своих солдат Конечно жалко Что ветераны все уходят Представьте Людям которые воевали И которые были совсем еще Тогда молоденькими Девяносто лет уже То есть это история История она уходит И забывать такое нельзя И тем более Подменять понятия И пересматривать историю Это нельзя такое делать Я считаю что нельзя Почему Испания так относится К войне Ну потому что они были на стороне фашистов И получается что они проиграли И поэтому естественно Они не празднуют Они же проигравшие Они не празднуют Но также хочу сказать что В нашей семье все кто Ушли на фронт Никто не вернулся Трое мужчин у нас ушли Значит Мой дедушка И как это двоюродные дедушки Что называется То есть у моей бабушки Были сестры И их мужья тоже Ушли на фронт И никто не вернулся Могилу дедушки Нашли в 1974 году Поисковик Ну тогда такие были Я не помню как они назывались Но искали тогда Захоронен он В братской могиле Там фамилия его есть Душин Сергей И он погиб под Волгой И был он инженером Инженером Как же это Понтовых мостов То есть вот Которые Раскрывались Автоматически На На реке Для переправы И в него угодил Снаряд Разорвавшийся Снаряд Попал ему в живот И он Умер в мучениях Вообще конечно Это ужасно Вот Долго был В без вести пропавший Другой дедушка К сожалению Я не знаю как Как его звали Сестра У моей бабушки Сима Вот ее муж Был долго В без вести пропавшем Но тоже Поисковики Нашли Нашли И Тоже дали сведения О том что Тоже был Захоронен В братской могиле Вот Фотографию дедушка Фотография дедушка Есть по моему У мамы Ну сейчас Леша Скажет У Леши Тоже Есть родственники Я хочу Сказать Своё мнение Тоже Хочу всех Вас поздравить С прошедшим Разиком Особенно Тех И вспомнить Тех Которые Не вернулись Которые Ушли На войну Чтобы Спасать Честь Нашей Родины Словацы Которые Всегда Я вспоминаю Которые Все Дети учат в школах России Советского Союза Которые Советского Советского Уходили на фронт Москву И Арбат И все остальное Мы не сдадим И они ушли Просто Уходили из квартиры И шли на фронт Потому что За ними Была Москва Отступать Уже было некуда Вот Это я хотел сказать И поздравить Еще раз Всех Сплошедшим Праздником Вспомнить о тех Кому нет Вот Ну и сказать свое мнение По поводу То что Таня сказала Раньше Ой Рассказывай скорее У меня батарея заканчивалась Про дедушку расскажу Про дедушку Не буду Не надо Ну скажи что у тебя дедушка Да-да У меня дедушка дошел От самого Берлина Он Захоронен Во Львове В Украине Вот Так что У Леши видите Еще украинская кровь есть Да-да Мой отец Родом сам Из Днепропетровска Ну и Потом переехал в Москву Когда стол Пчется Московского государственного Университета А вот А сейчас я хочу сказать Другое что Быстро По поводу Татьянова мнения По поводу Сталина и Гитлера К сожалению С Татьяной я не соглашусь Полностью Они Они оба были Леша пришел к власти Хрущев И всю страну Начали разваливать Ладно После войны После войны Восстановили за пять лет страну Карточки отменили Знаешь как Как мать Как бабушка Всегда Они вспоминали Что благодаря Сталину Все считали Что благодаря Сталину Победили Да, были перекосы Да, были Ну это Это люди Ладно Как Не знаю А я нет Я не согласна Я не Это твоё Да, были репрессии Но репрессии были И при Брежневе Были репрессии И репрессии И все Но таких как при Сталине Не было никогда Мы пытаемся припарковаться К Тамаре уже приехали Тут у нас вышел с Лёшей спор Он не понял Он не понял Он Катынь Спутал с Хатынью Хатынь Это белорусские сёла Которые вошли армия Фашистов Поэтому спор Сейчас я ему объяснила Что это Катынь это Польша Это совершенно другое Вот видите у него Европейский взгляд Вот как он начал кричать Моя тема была разговора Что страшнее Гитлера Никого нет И что сейчас Стали подменять понятия И говорить что И пересматривать Итоги войны О том что видите ли Гитлер Не такой оказывается Страшный как Сталин Может Ну хорошо Я соглашусь с Лёшей Тогда они оба Оба страшные Оба страшные Смотрела Ильяс мне прислал видео Салюта Который был В Ижевске Очень всё красиво Конечно Ну немножко было грустно Что Что у нас Ничего здесь вообще Не происходило И была тишина И ещё к тому же Целый день лил дождь И я даже на улицу Не могла сходить В воде Путомерно Паркинг не можем найти В общем Что-то у нас Какой-то облом Приехали нам Тамара не по телефону Не отвечает Нет Мы теперь не знаем Что делать Сейчас будем Ирине тогда звонить А что Ирине звонить Ну так чтобы она Потом Тамаре Ключ передала Да не надо А что у кота Она три дня одного оставила Да пусть жрёт Оставим пожрать Попить Ну вот кажется Проблема решена Сейчас Ирину Мы встретим с работы Ей дадим ключи Она потом Тамаре Передаст Что наша Котейка Не будет Бедный дома Страдать Один Три дня Находимся мы сейчас В Жероне На всякий случай Если что это Испания Находимся мы В Жероне Так это ветеринарная А вон там собачки есть Смотрите какие-то А вон там тоже Смотрите А так поди Такая собачка Придается тут Ой Надо Лёшу попростить Чтоб сюда пришёл Лёша мне надо Сюда в магазин Пока Поснимаю Жерону Мы пошли Навстречу К Ирине Идём договорились В около стасьёна Так жалко я там Зашла там Ну Был магазин Для собак И там вот Эти собачки были На которых Одежда была Ну где-то Я пока Старина болтала По телефону Попросила Лёшу Чтобы он спросил Сколько стоит Эта собачка Эта манекен Эта манекен Типа Мы сами там заказывали Блин Ну ладно До свидания Ну ладно Вот это видите старый стасьён Станция видите Сейчас она Сейчас она вся под землю Да нет Вот эта ветка-то сверху Вот эта вот ржавая По ней же не ездит Или ещё ездит А ездит точно А я думала А я думала А я думала уже всё под землёй ездит Нет Он видите Едет трейн Едет трейн Ну ладно До свидания Ездит, ездит А я так вовремя пальцем показываю Да Да А это что? Ну Я думала, что красиво всё сделали Под землёй ездит авиа Чтобы не сбить народ Который скоростной, да? Да Который 300 км в час Смотри какую для детей штучку сделали здесь лазать Да-да Видите какой Лёша метеорит Чтобы Тамаре ключи отдать До Жирон и доехал Вот Лёша очень любит на машине на своей ездить Вот если вдруг Кто не знает Вот это вот Новая станция Там Вот это авиа Поезд Скоростной И Ну обыкновенный такой трейн Электричка А-а Вот она новый здесь Мы сейчас с Зариной встретим В сторону дома Как раз пойдём И дойдём до нашей машины Да Вот так только Да тут всё близко Чё ты Если бы ты у нас бы походил по России Там Близко это 30 минут А тут 5 минут Говорит что это далеко Унамико 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 Заходим в станцию Вот такая станция Наверное Я её никогда не снимала Она сказала Она сказала Нас на станции будет ждать Или около двух станций Да На Эстасионе Да Вот такая станция Вам покажу В общем У меня в любой момент Может выключиться Так что на всякий случай С вами попрощаюсь До свидания А так пока Смотрите саму станцию В общем мы уже собираемся Мне надо Почему я тороплюсь Потому что Мне же надо Завтра мы с утра Уже уезжаем Я с утра Быстро сбегу На работу Пол девятого Домой вернусь И нам уже надо Вот уже сумку какую-то Собрать Сегодня я занималась тем Что Готовила одежду Мне же готовить надо Одежду на двоих Потому что Лёша Ничего не найдёт Вот она Ириночка идёт Вон жёлтенькая Вот она идёт Красавица Так показываю Потому что она не любит Чтобы её снимали Это каштан так цветёт Такая красота Что она красивая Как удачно мы Ирину встретили Сейчас Она отдаст Ключи Тамаре Не знает куда Тамара родилась Ну ладно До свидания Ждите Видео с Валенсии Ну Не знаю Я наверное Выкладывать не смогу Но я буду конечно Я свой возьму Портатель свой Там буду Чтобы карточку Буду освобождать Ну Дня Наверное Где-то в понедельник Может ждите В понедельник Во вторник До свидания